Добрый вечер. Тема у нас сегодня – калибральные тренажи, методика установки показаний. Тут будет две представленные методики. Одна больше подходит для крупных животных, одна методика для мелких. Тренирование калибральной полости. Трекоцинтез, следующая постановка калибральных тренажей, он показан при спонтанном и напряженном пневмотораксе, когда пункция калибральной полости оказывается недостаточной для разрешения угрожающего состояния. Такие ситуации могут возникать при проникающих ранениях грудной клетки, закрытых травмах, которые сочетаются с напряженным пневмотораксом, гемопневмотораксом при перенесенных операциях на органогрудной полости. Тренирование калибральной полости – это процесс введения специальной тренажной трубки через небольшой хирургический разрез. Он назначается для удаления воздуха или жидкости. Дренаж у нас в плевральной полости показан при травмах грудной клетки, патологических состояниях и инфекционных заболеваниях, которые характеризуются скоплением в плевральной полости жидкости. Ну, любой. Это может быть кровь, скопление крови и ее элементом в плевральной полости. Чаще всего это бывает результатом травмы, вследствие которых повреждаются сосуды. Также это скопление линка, которое обнаруживается в плевральной полости, тоже в результате травматического повреждения на патологических сосудах. Либо это может быть связано с разрывом опухоли. Скопление гноя. Поднаружится при развитии пневмонии, либо абсцессов легких, воспаление ран в области плевной клетки. И скопление воздуха. Когда скапливается воздух между лепестками плевры, это серьезное повреждение легких. При каких у нас заболеваниях можно наблюдаться плевральный выпад? Это сердечная недостаточность, пневмония, опухоли в грудной полости, плеврит, виршный перитонит у кошек, и диафрагмальная грыжа. Клинические признаки. Зависит от патологии. Они будут различные. Наблюдаться от хипноя, это учащенное поверхностное дыхание, до дистресс-синдрома. Это тяжелая форма дыхательной недостаточности. Значит, какие признаки будут включаться? Это короткие неглубокое дыхание, дыхательное движение. Когда животное будет пытаться сделать глубокий вдох. Также такое дыхание может быть при ранениях каких-то грудных клеток, кидаясь какими воздухом. Поверхностное частое брюшное дыхание. У нас на тороксе крепитация, это похрустывание. Либо как скрип. И когда прощупываем животное, то мы можем воздух прощупывать через кожу. И цианоз, слизистых оболочек. Диагностика. Диагностика везде, в принципе, всегда стандартная. Первый – это физикальный осмотр. При аскультации будет ослабление дыхательных шумов, подкожные инфиземы присутствуют. Допустим, если это была травма, то возможны переломы одного либо нескольких ребер. То есть, ноя слабый пульс. То есть, он может говорить о пневмокороксе. Также рентген грудной полости. Здесь мы можем определить наличие февральной выпады, пневмокорокс либо гидроторокс. Ну, можно провести УЗИ грудной полости, мы тоже можем убить жидкость. Если мы будем проводить операцию, то обязательно перед операцией мы должны с владельцем обговорить все последствия операции. И также составить документы, то есть это подписать информационное согласие на операцию. Чтобы владелец знал и представлял. Как бы себе, какие могут быть риски от дальнейшей манипуляции. Чаще всего у нас бывает пневмоторокс. Значит, пневмоторокс – это скопление воздуха в поливральной полости. Он чаще всего у нас возникает. Выделяет следующий тип – это закрытый пневмоторокс, который возникает вследствие разрыва висцеральной плевры. Открытый – это когда происходит нарушение целостности стенки грудной клетки. Спонтанный – он может проявиться внезапно вследствие разрыва легочной кисты, например, на легких кистах, либо легочной булы. И характеризуется он постоянным накоплением воздуха в левральной полости. В этом случае показана установка тренажа. Постоянно необходимый воздух качает. И травматический – это тип пневмоторокса, причина его прямая травма легких, нарушение целостности легочной ткани за счет сломанных ребер, например. Если незначительное канилищество воздуха, то можно просто провести тракоцентез без установки дренажа. Также следующий тип – напряженный пневмоторокс, который приводит к серьезному нарушению функции дыхания. Он характеризуется признаками шока, бледными слизистыми оболочками, слабым пульсом. Необходимо знать, что любой пневмоторокс у нас нарушает дыхание. При поступлении такого пациента мы проводим тракоцентез, удаляем воздух и стабилизируем состояние животного. Также есть гидроторокс – это скопление жидкости невоспалительного происхождения в плевральной полости. Такое состояние наблюдается при застойной сердечной достаточности, заболеваниях перикардита, печеночной недостаточности, возможно. Иксидат – просто скапливается жидкость, которая характеризуется высоким содержанием белка. Это может быть в следствии опухолевых процессов, воспалительных, бактериальных или вирусных инфекциях. Пиоторокс – это образование гнойного выпада. Здесь необходимо также при пиотороксе устанавливать дренажную трубку, поскольку эксидат очень вязкий. И просто через иглу, через функционную, он не пройдет у нас. Гематорокс – это геморрагический выпад. Если он приводит к гипоголемии, то здесь тоже устанавливают пребральный дренаж. Последовательность перебрального дренажа у кошек и у мелких собачек – это первый способ. Перед установкой трубки необходимо провести дополнительное исследование. Также мы проводим ситуацию, выстрядаем шерсть с обоих сторон грибной клетки и делаем местную анестезию кожи. Под щатым ребром делается небольшой разрез на коже, и в него вводится пребральная дренажная трубка. Углубляется она примерно до 7-8 ребра. Таким образом создается тоннель, который позволяет тратить скопление газа и жидкости в грибной клетке. Она будет выводиться. Трубка поворачивается на 90 градусов в сторону грибной клетки и осторожно уже продвигается в нее где-то на 1 см через мышцы между ребрами. Затем трубку располагает параллельно грибной клетки и подводится она к ступице. Направляющий зонт, которым она направлялась, извлекает из трубки. И ступица уже соединяется с трехходовым краном и шприцом. Кран можно любой использовать. Жидкость или воздух выкачивается. Ну и трубка запечатывается пробкой, зашивается и покрывается повязкой. Если необходимо, то такую же процедуру можно повторить с другой стороны. Дренажей устанавливаются при необходимости длительной аспирации жидкости воздуха или другой жидкости в грибной пространстве. Процедуру необходимо проводить под общей анестезией. После процедуры животное желательно оставлять на стационаре по постоянным наблюдениям и контролям. И необходимо проводить мониторинг основных показателей жизнедеятельности. Но также измерять объем аспирированной жидкости и воздуха. И также отмечаем мы характер жидкости. Также можно после забора жидкости отправить ее на цитологическое исследование. Дренажную трубку необходимо защищать от повреждений животным, потому что животное сможет выдернуть ее. Для этого используют обычную стандартную работу. Система дренажная, она вообще состоит из гибкой трубки с наконечником. Ее как раз вводит в калибральную полость. Диаметр трубки зависит от характера удаляемого вещества. Воздух – это будет кровь, гной, либо гадсудат. Другое. В любом случае мы проводим рентген в одной клетке. И можно взять пробную пункцию. Второй способ – это также введение посредством тракара в неджереберное пространство. Место введения также анестезируем. Дренаж при травмах препятствует развитию сепсиса и ускоряет заживление раны. Также, когда мы вывели жидкость, дали бы гадсудат, у нас будет время, мы стабилизируем состояние пациента. И у нас есть время для уже точного установления диагноза. И мы можем уже проводить лечение основного заболевания, которое вызвало у нас проявление этого выгода. Здесь при помощи зажима, да, и вначале было при помощи тракара. Значит, точно так же делается разрез, где-то ширина, которая должна быть не больше одного сантиметра, если крупная, а не лотная. Затем поется тракар, и после чего из тракара извлекается стилет, и в эту гильзу из-под стилет запускается уже трубка. Чтобы исключить попадение воздуха, трубка должна пережиматься зажимом. В принципе, как на картинке. Зажимом. И уже связанным концом она по тубусу, как на фотографии, она запускается уже в грудном полосте. Всю эту манипуляцию необходимо проводить очень быстро, и ни в коем случае нельзя допускать, чтобы попадал воздух в грудной полост. Инструменты должны быть хорошо простерилизованы и подготовлены заранее для проведения этой процедуры. Ну, как только мы ввели, мы накладываем шею, закрепляем дренажную трубку и обеспечиваем, значит, герметичность полостивода. Потом мы аккуратно выводим, вывлекаем тубус. Трубку мы должны придерживать, чтобы они не вышли вместе. Если мы не используем, если мы не устанавливаем дренажную систему, то мы просто откачиваем жидкость на фотографиях. Осложнение возможно после тренирования. Зависит это все от опыта врача, в первую очередь. Также правильности определения области патологического очага, анатомических особенностей возраста пациента и наличия сопутствующих заболеваний. Значит, первое, какое может быть осложнение, это травма легкого, также повреждение сосудов и нервных волокон, прокол диафрагмы возможен, ранение органов брюшной полости, это печень кишечника, инфицирование перебральной полости в области прокола, если инструменты плохо обработаны, перитониты кровотечения. Значит, причинами неудачного дренирования это может быть неправильное расположение иглы пункционной, да, либо тропара во время процедуры установления дренажа. Ну и, соответственно, клевральный дренаж, который некорректно поставленный, может привести к травме легкого сердца и сосудов. Удаление клеврального дренажа, когда его необходимо удалять. Дренажную трубку удаляют, когда восстанавливается дыхание золотного, также проводят контрольный рентгеновский снимок. Значит, удаление дренажной трубки, причастность от получения отсоса на 2-3 часа. Это делается для того, чтобы убедиться, что легкие остаются расправлены и отсутствуют признаки дыхательных расстройств. То есть воздух там не скапливается. Удаляется дренаж подместной анестезией и накладывается также тугая провязка. В течение нескольких суток животное также остается под наблюдением в стационаре для того, чтобы можно было следить за его состояниями и признаками рецидива. Невозможно. На следующий день после того, как сняли дренажную систему, также проводится контрольное рентгеновское исследование. Если динамика положительная, то в принципе животное назначается поддерживающая терапия и его можно отправить домой. Но необходимо также за ним наблюдать и проводить диагностические мероприятия необходимые. Эффективность заключается в том, что в любом случае при установке дренажей таких, в любом случае, это позволяет спасти жизнь животному. Также это хороший способ получить качество жизни и исправить трудности с дыханием. Дренажные трубки могут устанавливаться на несколько дней. Если правильно ухаживать за ними и при правильном применении антисептиков, тогда риск проникновения инфекции в грудную полость отсутствует, либо снижается к минимуму. Альтернативой к левральному дренажу является обычный терапоцинтез, при котором мы жидкость откачиваем при помощи иглы либо катетера. Здесь необходима анестезия. Процедуры могут несколько раз повторяться, и они очень болезненны. Поэтому, так как они несколько раз необходимы, в любом случае, здесь можно также применить дренажные трубки. Если один раз, то можно просто проколом откачать жидкость. Восстановление после плеврального дренажа. Установка плеврального дренажа относится к умеренной инвазивной процедуре. Помогает нормально дышать животному, быстро идти на поправку и чувствовать себя комфортно. Так как это болезненная процедура, поэтому для того, чтобы облегчить боль, на время пока животного установлен дренаж, можно назначить больный талящий препарат. Ну, недостатки, понятно, что у них есть. Это у нас среди недостатков только то, что риски внесения инфекции в плитную полость, либо утечки воздуха вокруг трубки, пневмоторакс. И, в принципе, если у врача хороший опыт, то при хорошей технике установки такой риск снижается. Она не является этой процедурой лечебной, она просто для того, чтобы улучшить состояние животного. Тракостамия. Это уже без установки дренажной системы, там просто можем удалить жидкость. Значит, для этого используют чаще всего катетер-бабочку, либо внутривенный катетер. Шприцы больших объемов, до 50 мл, в зависимости от объема жидкости, либо воздуха, который намерены откачать. И сосуд для удаления, для того, чтобы можно было собрать жидкость. Значит, зависит от животного. Как подготовить животного, требует седаться или нет, ну, можно седировать. Значит, у животного, у которых наблюдается дистресс, то там следует придерживаться максимальной предосторожности при седации. Поэтому, если животное, как бы, спокойное, можно без седации, да, вместо обезболить. Положение у животного будет грудное, ну, на боку. Техника. Значит, тракоцинтез, он показан для того, чтобы установить теологию плеврального выпада, удаление плеврального выпада с лечебной целью, если там небольшое количество, да, и, ну, нет необходимости дренажную систему ставить. И для введения лекарственных средств. Также экстренное удаление при пневмоторце воздуха. Как выполняется сама техника? Значит, техника. Пункция проводится в седьмом-восьмом жереберье. И место введения иглы, оно зависит от характера седино-жеримового выпада, либо это воздух будет. Если это, значит, середина грудной полости, если это воздух и жидкость, вентральная треть грудной полости, если это наличие жидкости, и дарсальная треть грудной полости при наличии воздуха. Игла вводится вдоль корраниального края ребра и в направлении слегка вентральное получается. Так, чтобы игла была направлена на... Значит, она направлена в 45 градусов. После того, как мы попали в грудную полость, мы можем откачать жидкость контрольно. Если мы увидим положительный результат, то уже проводим откачивание жидкости либо воздуха. Также проводится это все на противоположной стороне, если это необходимо. После того, как процедура проведена, мы проводим рентген контрольный, для того, чтобы увидеть результат. Какие предосторожности необходимо соблюдать? Это избегать пункцию сразу над грудиной, так как, вероятно, в этот момент, как бы, пункция внутренней грудной артерии. И избегать пункции по каудальному краю ребра. Здесь проходит межреберность сосудов и нервов. Осложнения. Как раз-таки могут быть осложнения. Это непреднамеренная функция внутренней грудной артерии, межреберных, либо кронарных сосудов миокарда и влацерации легких. В последующем ядрогенном пневмотораксе. В принципе, если у врача есть опыт, то сложности не составят. Ну, все. Если есть вопросы, я могу ответить. Если кто-то не успел, то можно вернуться к начальному слову. Ну, для ракоцентеза, например, если используем внутривенный катетер, то для собак крупных пород используется где-то в около 20-18-20. Для кошек, для собак маленьких пород, 22-20. Ну, в качестве профилактики, допустим, понятно, что травмы животные не особо застрахованы, если у них свободный доступ на улице. Но те, так как выпад в реальную полость возможен при вирусных заболеваниях, то здесь, как профилактика, единственное, что может быть, это своевременно профилактировать вирусные заболевания, вакцинировать, да, либо своевременно их лечить. Особенно заболевания лихарных систем. И также предупреждать различные стрессы животных. Ну, и следить за полноценным питанием, так как от этого тоже много всего зависит. Ну, вот на картинке справа показаны, как раз таки при помощи тракарка. Если вопросов нет никаких, тогда я не задерживаю вас. Спасибо за внимание.